Мам, ну я так больше не буду, обещаю, прости! Ну иди сюда, паршивец, три двойки за день, ну ты вообще... Обалдеть, а ты что, реально такие родители бывают? Я им в нем вопросики решаю? Да, рассуждаю. Хорошо, что мои не такие. Ну хотя родители бывают разных типов. Каких? Ну, я тебе сейчас расскажу. Эх, сынок, просыпаемся. Катя, что ты орешь? 5 утра, всвысь, что оро, опоздали уже на полчаса. Выезжаем на рыбалку, быстро, встаем, встаем. Какая рыбалка? Как, какая? Договаривались месяц назад, что сегодня поедем на рыбалку. Рыба уже клевать начала. Да нет, батя, какая рыбалка, сегодня выходной. Я хочу на кровати поваляться. Эх ты, вырастил. Ну ладно, спи, я поехал. Угу. Ну вот. Батя, ну и что? Что, погнали в футбол поиграем? Да нет, батя, ко мне друг скоро приходит. Какой еще друг? Андрюха. С 8-го Г, что ли? Ну, уроки делаю. Ладно, вырастил. Заходи. О, Андрюха, здорово! Здравствуйте. Ну все, теперь настроим. Теперь точно в футбол можно. Давайте, молодежь, обуваемся, поехали. Так, мы же с тобой в ком ходим. Бать, ну не хотим мы в твой футбол. Реально, отстань. Эх, молодежь, только компьютеры и компьютеры интересуют. Ну я, короче, выхожу из класса, а он ко мне подходит и говорит, что... Ой. Не, продолжайте, продолжайте. Что говорит? Так, ничего, я уже, если честно, и забыл. Забыл. Ну ладно, тогда слушайте от меня анекдот. Хе. Давайте. Значит, собрались немец, русский и чукча и думают, куда пойти. Немец говорит, я передумал. Чукча говорит, да у меня тоже настроения нет. А русский говорит, а я придумал, куда вам сходить. Ну, званю. А нам тут, может, футбол? Да, может, в футбольчик лучше пойдем поиграть. Реально, молодежь, готовы, да? Видимо, да. Сейчас я вам покажу, как в футбол играть. Пойдемте. Вот у тебя дядя Саша, конечно, такой позитивный очень. Извини. Ой, привет, Светочка. Привет, Любонька. Пойдем, присаживайся. Спасибо. Мой Игорек вчера по математике 5 получил. И что? А мой пятерку по-русскому. История. ОБЖ. Химия. Контрольная, годовая. Все, съела. Ну, знаешь что, Любонька, ты сама напросилась. Награждается Гришка, победитель игры конкурса Русский медвежонок. Грамота. Первое место по области. Та-дам. Ладно, первый раунд за тобой. Переходим к кружкам. Давай. Мой Игорек получил желтый пояс по карате. Только вот мой Гришка год назад желтый получил. А сегодня у него зеленый пояс. Ну, знаешь ли, сила это не главное. Вот мой художник занимается. Посмотри, что нарисовал. Ой, Любочка, не хочу тебя расстраивать, но это моя гордость. Я прям ждала тебе ее показать. Всего лишь за месяц нарисовал. Ну что ж, Любонька, я бы посидела, но мне ужин готовить своим нужно. И это, на будущее ребенка надо больше развивать. Ну, ты там с ним позанимайся. Пока, Любочка. Портрет забыла. Да, да, да. Повешу на стенку. И пояс. Игорек, 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 иди сюда. Да, а что, мама? Значит так, завтра идем записываться в конный клуб и на исторический кружок. И дерись лучше, слюнтяй. Что за желтый пояс? Завтра, чтобы был черный. Ну, мам, зачем? Не мамкой, а то еще на балет отдам. Парни, давайте все. На Б, на Б, на Б, давайте. Погнали, побежали, побежали. Батя пришел. Добрый день, сын. Привет, папа. Чем занимаешься? Физику учу. Понятно. А чем целый день занимался? Да вот, уроки делал. Что, прям целый день? Ну да. Ну, это мы сейчас проверим. А что, монитор горячий? Ты что, играл? Да нет, батя, реально учу физику. У тебя книжка вверх ногами. Еще и глаза красные. Значит, долго за компьютером сидел, да? Ты же знаешь закон нашего дома. Нельзя играть в компьютер, пока не сделаешь домашнюю работу. Ну, наказание ты знаешь? Нет. Три дня без компьютера. Нет! Все. Нет! Еще скажи спасибо, что я маме не рассказал. Давай домашку делаю, приду, проверю. Блин, какой классный канал. Так, еще один ролик посмотрю и пойду домашку делать. Только подписаться надо. Так. Так, я не поняла, на кого там подписаться собираешься? Ой, мама, начинается. Ну, это крутой ютуб канал. И что ты там смотришь? Ну, тут всякие челленджи, прятки, приколы. Ага, приколы. Вон, Вовка Оксанкин насмотрелся этих ваших приколов, потом счет пришел, знаешь какой? На пол зарплаты. Да, мам, это вообще не такое. В ютубе подписки бесплатные. Да давай не мамкой тут. Что тебе вообще эта подписка дает? Зачем она тебе? Ну, чтобы не потерять контент, поддержать пацанов, которые ролики снимают. Ты вообще по кайфу же. Да какие-то фразы тут мне кидаешь свои. Кайфы-майфы. А у кого подписка есть, с ними все нормально? Точно? Ты уверен? Ну, у кого подписка есть, да. У 39 миллионов зрителей, между прочим. И все довольны. Ой, ну, конечно, много. Но все равно я что-то переживаю. Ну-ка покажи, что они там снимают. Ну ладно, забавно, ребята. Смешны. Где там, говоришь, эта кнопка подписаться? А, вот здесь вот, под роликом, вот. А. О, сыночек, привет. Я тут вещинчик тебе прикупила. Нет. Хорошие турецкие. Трикотаж. Только не это, мам. Ну, у меня нормальные вещи. Нет, сынок, ты не понимаешь. Вот это вот качество. Мама лучше знает. Давай, переодевайся. Ну, мам. Не мамкой, и папе покажешься. Блин, ну. Давай, штанишки. Ну, это туфта какая-то. Ботиночки. Не ботинки, знаешь, как это в школе называется? Говнодавы. Ничего они в моде не понимают. И самое главное, подтяжки. Я не буду это носить. Давай, давай, переодевайся. Бабочку упустил. Ноги в руки и пошел. Ну, мам. Ботинки забыл. Ну что, выходи, наш красавчик. Выходи. Давай, давай, сыно. Ну все, в самым красивом в школе будет. Как все подошло. Как будто на него самого шили. Турок, который продавал, сказал такое только через 2 года в магазинах. Ну, оценивай, как тебе? Вообще, мне нравится. 10 баллов. Ну вот, я же говорила, что всем понравится. Поэтому у меня и для тебя кое-что есть. Курточка. У меня же вроде вещей полно. Ничего не знаю. Переодевайся давай шустрее. Джинсы. И сейчас ботинки принесу. И одних достаточно. Зачем вторые? Мои вы красавчики. Ну вот, буду всегда вам помогать с выбором одежды. Варь, слушай, мы тут посовещались с сыном. Может быть, мы в следующий раз сами себе одежду покупать будем? Вот такая благодарность. Я вам от всего сердца по рынку 3 часа ходила. А вы? Эй. Не, ну рубашка в принципе ничего так. Ткань, трикотаж, дышит хорошо. Да. Чувач, нельзя ее обижать. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Подъем! Что случилось? Вставай, в школу пора! Пухая школа, батя. До нее еще 2 часа. Что значит 2 часа? Это лучшее время для саморазвития. Так, малой, давай, как я тебя учил. Пока горит спичка, нужно заправить кровать. Время пошло! Вот-то жирный какой. Что жирный, нормальный? Отожрался. Да меня обычно мама заправляют, ты же знаешь. Все, готов. Отлично! Готов к умыванию? Да. Давай, штаны надевай. И давай, 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 давай! Стоп, давай! Все, показывай. Ну, до бальциного рекорда еще далеко. Ну что, а теперь закаливание. Давай залазь! Мамка в ночь ушла, а ты буянишь. Давай, раз, два, три! Шесть, семь, восемь, девять, десять! Отлично, малый! А теперь с утяжелителем! Фух, подумал, что ты уже не мойся. Да нет, 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 я могу, ты обычно передышки наешь. Кстати, малый, да, если какой кипиш начнется, портфель на грудь переворачивай. Ого! Понятно, спасибо. Да ну эту школу, я уже устал. Скажу бате, что уроки отменили. Ребят, пока батя за хлебом отошел, хочу вам кое-что рассказать. Я тут недавно затестил новую игруху. Всем, кто обожает путешествия в игре и схватки с противниками, эта игра точно сойдет. Игра называется Genshin Impact. Возможно, вы уже слышали об этой игре. Если это так, то я вам просто напомню о ней. Ну а если нет, ребята, вы такое теряете! Эта игра получила очень важную награду. А она признана лучшей мобильной игрой на The Game Awards 2021. Это очень круто! Так, давайте расскажу. В игре есть карта с семью разными регионами, где ты можешь порыбачить, забраться на гору, плавать, летать и даже создавать собственные пейзажи. Да и вообще, вы просто зацените эту графику. Я такого не видел в других мобильных играх. Также обязательно зацените музыкальное сопровождение. А оно там достойно. Ну что, заинтриговал? Хотя, ребята, стойте. Вы посмотрите, как круто выглядят бои. Бум-пау! Я такие игры обожаю. Ну, которые не на один раз, а в которые можно заходить частенько. И сейчас отличное время, чтобы начать играть, потому что вышло обновление. И в него добавлен новый пятизвездочный персонаж. Камисато Аято. А в грядущем пуле персонажей вы сможете получить его сестру Аяку из клана Камисато. Если вдруг не поняли, что это значит, ребята, просто попробуйте погрузиться в эту вселенную. Вы быстро все поймете и вам должно понравиться. Ссылка будет в описании. Ну и это еще не все. Еще Геншин Импакт приготовил для всех фанатов путешествий секретный промокод. Только он будет в описании. В общем, попробуйте. Ссылка внизу. О, батя вернулся. Ты танцуешь? Куда? Малой, так это же никуда не годится. Кто-нибудь увидит, засмеет. Сейчас тебя батя научит. Наблюдай. Видал? Давай второй. Так, я поймал ритм. Давай, давай, со мной, со мной, подгружаемся. Так, окей. Давай, ну-ка. Бать, тебе не кажется, что это странно? Какой странно, это модно вообще. Спасибо. Давай, давай, сына. Музыка любит раскрепощенных. Ага. Здравствуйте, дядя Жень. Ну извините, что без стука у вас там дверь почему-то открыта была. А вы что тут делаете? Здорово, Мить. Ты что, в гости пришел, а? Ну вот. Да, здорово. Ну ладно, развлекайтесь со мной, тусуйтесь. Слав, сходи, дверь закрой. Да, да, я это, пойду. Адьос. Да, до свидания. Ну у тебя такое смешное, конечно. Таблетки забыл принять. Ну что, готов тикток записывать? Да, давай. Погнали. Давай. Тебя что, тоже батя учил танцевать? Ну да. Ладно, давай. Слушай, мам, я тут это, подумал, я прическу новую себе хочу. Тут подлиннее оставить, а тут покороче. Дай денег на парикмахерскую. Ну, каких тебе денег дать? Я что, сама не смогу постричь тебя? Давай, присаживайся. Нет, нет, я тогда потом как-нибудь подстригусь. Давай. Я в свое время в парикмахерском колледже месяц училась, пока меня оттуда не выгнали. Давай, присаживайся. Ну, мам, присаживайся. Так, где покороче? Ну, тут вот я хотел покороче, здесь длину оставить. Ну, как там? Ну, сейчас, я тут чуть-чуть подровняю, а то сдернулась рука. Что? Какая рука, мама? Так, не переживай, не переживай, все хорошо. Так, ну, сзади вроде готово. Так, еще челочку сейчас подстрижем. Нет, 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 челку не трогай, это святое. Надо чуть-чуть подровнять, я тебе говорю, я знаю, я профессионал. Мам, ты что делаешь? Волосы просто твердые у себя сегодня. Блин, мам, где моя челка? Красота. Офигеть. Чем тут занимаетесь? Во, смотри, как сына подстригла. Слушай, так, в принципе, неплохо, если сбоку посмотреть. Слушай, пап, мне кажется, ты тоже зарос. Мам, может, еще и папу подстрижешь? Да, отлично, садись. Давай, папа, присаживайся. Тебе же нравились длинные волосами. Неважно, прическу обновлять никогда не поздно. Папа, ты будешь самым красивым на своем заводе. Давай, мама, как и меня. Сейчас, ножнички отрегулирую. Варя, ну, только покороче давай, ну, не урезай. Ну, муженек, вставай, порадуй мамин глаз. Слушай, пап, а тебе идет. Мама, очень красиво. Сейчас, подожди-ка, здесь подровнять надо. Красота, смотрю на вас и любуюсь. Кстати, пойду позвоню Любе, ее тоже постригу. Давай, мама. Сейчас, во, держи. Ну что, две недельки в кепке походим и все, считай, это стрички как не бывало. Да, главное ей на глазами попадаться. Я не понял, опять ты эту химию ешь. Ну что, это не химия, пап, это чупа-чуп. Чупа-чуп, стой сюда. В наше время такого не было. Пап, ну я хотел что-то сладкого поесть, это последний был. Не боись, в наше время ты знаешь, какой деликатес был? Вообще обедение. Сейчас приготовлю. Чушь. Какую-то химию едят сейчас дети. В наше время, во, натур-продукт. Все из коровы и из тростника. Прошу, дегустируй. Мать-то, это вообще невкусно. Сейчас дам тебе невкусно, это натур-продукт. Я бы ездил за такое, просто... Офигеть. О, мать-то, сдавайся. Это что, твоя мупушка? Смешно. Вот наше время все своими руками делали. А не вот это все пластиковое, заграничные пластмасски. Мать, ну отдай, я перед пацанами похвастаться хочу. Отставить. Таким посмеющим не похвастаешься. Сейчас бать тебе покажет. Пойдем. Вот, смотри. Какой пестик. Что это такое? Из него же даже стрелять нельзя. В смысле нельзя? Вот так взял и стреляешь. Все, давай, благодарности не надо. Беги во двор, похвастайся. Спасибо, пап. Аж самому захотелось такое соорудить. Ой, сыночек, проходи, проходи. Присаживайся. Так, давай я тебе помогу кроссовочки снять. Спасибо. Ой, бедная спинка, вставай, давай курточку сниму. Мам, да я сам могу себе снять. Нет, 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 ты и так в школе устаешь. Пойдем ручки помоем и кушать. Пойдем, пойдем. Активнее мой, мыло бери. И с обратной стороны. Да, мам, ну я знаю. Давай, смывай, смывай. Все, воду выключай, экономия. Одну ручку, вторую. Все, пойдем кушать, пока не остыло. Все, мам, я наелся. Эээ, какой я наелся? Ты еще ничего не поел. Давай, кушай, кушай. Мам, ну я... Как? Давай не мамкой мне, кушай. Как в школе дела? Опять этот Димка обзывается. Надоел уже. Это который двоечник и хулиган? Угу. Так, сыночек, это же он в соседней квартире у нас тут живет. Так, ты давай кушай, я сейчас вернусь. Куда ты? Давай, заходи. Будешь сейчас извиняться. Эээ, Петя, 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 Света, пожалуйста, отпустите. Давай, пошел. Садись, извиняйся перед ним. Ну, Петя, ты это, извини, я тебя больше обзывать не буду. Ладно, принимается. Тет Свет, можно мне уже идти? У меня тренировка. Ну, можно, конечно. Ты же извинился, но сначала ты поешь. Ну, а какая тренировка голодная? Сейчас принесу. Я вообще есть, не очень хочу. Твоя мама напугалась. Что, малой, мамка уехала? Сейчас будем блины с тобой делать. Да, хочу блины. Ну и все, сейчас батя все сделает. Тесто намесили, сковородочку поставили, так сказать. Мамка там у тебя тонкие блины печет, и у меня такого не будет. У меня серьезные блинчики. Что, как школа? Девка есть у тебя? Нет? Что, стесняешься? Еще будет, появится. Давай, как там мамка делает? Сейчас. Что-то... Короче, фикса тебе блинами, а есть другая идея. Сейчас, жди тут. Так, на, держи. Мама говорит, пицца вредная. Мама говорит, но мы же маме не расскажем, правильно? А если не расскажем, в следующий раз две пиццы закажем, правильно? Правильно. Ура! Ты что делаешь? А что? Постираем. Постираем? Как, как мы постираем? Я листиралкой этой никогда не пользовался? Блин, ну стирать вообще не вариант, я не разбираюсь, нифига. Ну ты как свинтус, реально. Кто тебя так есть научил? Может, солит? Ой-мое, еще хуже стало. Так, ладно, насчет стирки это, маму подождем. Двадцать восемь, деленное на тридцать пять. Как эти дроби сокращаются? Я что, помню, я когда это проходил? Там мама с тобой так каждый день делает. Ну, бать, там... Что, бать? Сейчас, я справлюсь. Двадцать восемь делить на семь. О, четыре! Ё-моё, на семь делить надо было. Что мне там твоя мама выговаривает? Я все знаю. У нас еще четыре, а вот тут уже проблема. Не получается. Сказать? Ну, скажи. Там в конце ответы есть. Так что же ты молчишь? Сижу тут, решаю, у меня футбол идет. С другой стороны. Я же сегодня мама и папа, правильно? Я, значит, напишу тебе записку, что ты заболел и домашнюю не сделал. Реально? Да, все, сегодня считай выходной. Вот, а теперь давай делать то, что я точно умею. Понял? Пойдем. Кайф. Только это... Маме не рассказывай. Ну как ты играешь? В защиту. О, давай-давай-давай! Давай! Кто? Кто так играет? И надо сделать пас или сделать гол! Надо что-то сделать! Это гол! Испания на коленях! Мне его пранк не понравился! Э, ты что переключил? Ой, это реклама какая-то. Я смотрел. Реклама, реклама началась. Ты же вроде спал. В смысле спал? Я смотрел. Немножко глаза закрыл. Понятно. Что, долго твоя реклама будет идти? А там что? А, во, все, началось. О! Блин, откуда у них ноги растут? Ну, куда ты бежишь? Что происходит, мама? Анекдоты. Я точно не сплю. Что-то получилось у него. Э, ненавижу, когда в моем доме... Так, я не понял. Ты что опять тут делаешь с пультом? Чего? Рекламу смотрю. Ну ты же вроде спишь уже. Это уж зачем тебе на телевизор? Ты сказал, я не сплю, я смотрю. Смотри свой телевизор. Что готовишь? Котлеты. Да что это такое? Я тебе сказал, матч еще не закончился. Да ты же спишь! Кто тебе? Как я сплю? Да вот, смотри, фотка. Ну? И где я сплю? С открытыми глазами лежу. Да как так-то? Станешь батей и поймешь. Мы все отцы так телек смотрим. Тот же мне умник нашелся. Сфоцкал. Жена, ты слышала? Сфоцкал. Да-да. Скоро будут котлетки. А то я уже. Где же эта кофта? Точно же была. Да не делась. Мам! Что такое? Слушай, может ты видела? Кофта моя вот эта любимая, яркая. Мне кажется, она где-то после стирки потерялась. Не видела? В шкафу на третьей полке посмотри. Нет ее там. Ну как нет? Куда ты смотришь? Вот. Вот она. Блин, как так-то? Ну не было ее там. Смотреть надо лучше. Офигеть, как она это делает? Так, оп, и носочки. Мои любимые. Что мамку проверим? А то как будто я один ничего найти не могу. Мам, мам! Ну что такое еще? Носки мои любимые, полосатые. Не видела? Ага, носки, говоришь, да? Угу. Отойди. Вот, носки твои обнаружены. Ничего себе. И вообще это не смешно. Думаешь, у меня тут дел мало к тебе бегать? Кстати, я хотел тут твой дневник посмотреть. А что? А я его в школе забыл. Ага, в школе. Ну-ка, отойди. Ага, а вот это что? Школа у нас, видимо, теперь в шкафу, да? Смешной ты. Запомни, мама всегда знает, где что лежит. Как засранец. Вы посмотрите. А ну-ка, пойдем к папе. Да я исправлю. Ага. Да я пообещал реферат принести. Три. Ну какое здесь может быть три? Как три? Переписывай. Мы уже два часа здесь сидим. Я уже все ответы перепробовал. Только три осталось. Так, сосредоточился, выровнял спину, лишнее со стола убрал. Тетрадку верни и переписываем. Еще раз. На складе было 10 яблок. Угу. Мальчик съел два. Два. Потом еще два. А потом купил и принес на склад еще два. Ага. Сколько яблок осталось на складе? Ну, думай. Батя, ну я не знаю. Последний шанс тебе даю. Блин, нет ответа. Ну что, решил? Теперь наглядно. Было 10 яблок. Пересчитай. Раз, два. Можешь быстрее считать? Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мальчик съел два яблока. Сколько осталось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Потом еще два. Сколько здесь осталось? Четыре, пять, шесть, шесть. И потом купил еще два. Сколько на столе яблок? Ну тут все просто. И? Двенадцать. Каких двенадцать? Откуда двенадцать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну что? Иди к маме. С тетрадкой и учебником к маме. Так, все, сын, я на работу, ты остаешься за главного. И никаких игр. Раз у тебя сегодня уроков нет, будешь родителям по дому помогать. Список дел там, он на столе оставил. Что, давай, пятьдесят часа приду. Давай, удачи. Опа. Ну все, сейчас быстренько сделаю все дела, и можно будет в ком поиграть. Так, что там за список? Помыть полы. Всего один стикер, это же вообще легкотня. Сейчас в десять минут полы помою, и все, буду свободен. Ну все? Делов-то? Я же говорил, десять минут. Да блин, пропылесосить. Ладно, ничего, сейчас быстренько пропылесошу, и пойду погамаю. Ну все, все дела по дому сделал, можно похавать и идти играть. Блин, это что за фигня? Приготовить ужин, почистить обувь, убрать вещи в спальне, помыть окна, помыть посуду, протереть столы. Я бы лучше в школу сходил. Я с этим за целый день точно не управлюсь. И так, и так получу, поэтому можно ничего не делать. Я беру чипсики и иду отдыхать. Эй, ты, куда телевизор включил? Ты дела сделал? Нет? Тогда давай, иди доделывай. Да блин, как так? Ладно, пойду работать. Эх, сколько там времени? Блин, 7 утра. Так не хочется в школу идти. Ладно, есть идейка. Мам! Я, кажется, заболел. Как, сыночек? Как заболел? Вот так. Так, на температурку померяй. Ага, держи. Капец, наверное, вчера простудило, когда вот в магазин ходили. Да-да-да. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Так, что ты ел? Перечисляй. Да ничего я не ел, просто голова немного болит. Еще я ничего не ел. Конечно, иммунитет расслабился. Все, давай, пищит, 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 давай. Ну все, все признаки простуды, сынок. Так, надо хорошенечко пропотеть. Держи тебе. Раз. Еще в школу идти. Да, может, ну его эту школу сегодня. Ну, не знаю. Да куда ты пойдешь, простывший? Бежи, я сейчас принесу лекарство. Сработало. Так, сыночек, чаечко тебе принесла с имбирем, аккуратно горячим. Ой, как плохо, как плохо. Голова болит? Да, очень болит. Сейчас тогда еще одно лекарство принесу. Так, сыночек, разворачивайся. Мам, а это еще что такое? Это лекарство, чтобы сбить температуру. Вот представляешь, я буквально глоточек чая сделал, и мне уже легче стало. Мне это, мне в школу пора. Давай, иди, мне завтрак готовь, мне уже вообще неплохо. Так, я же разрешил, а не идти в школу. Нет, я пойду, я схожу. Да нет, куда же ты пойдешь? И какой завтрак вообще? Тебе надо в кровати лежать. Давай, я тебе укольчик сделаю. Нет, 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 все, 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 все. Вот, давай, я в школу. Пойду умываться, зубы чистить. Мне уже вообще ничего не болит. Чай помог, я же говорю. Ага, чай. Знаю я эту болезнь. Воспаление хитрости называется. Уколы всегда помогают. Фух, наконец-то я дома. Заработался. Настало время отдыхать. Футбич. Пап, пап, пап. Что? Я физику сделал, проверишь? Ага. Ага, правильно. Спасибо. Слушай, пап, а нам в школе сказали по 5 баксов на шторы сдать. Что, сказали, значит, сдадим. Так, все, вали. А мне еще к другу на день рождения идти нужно, и подарок купить нужно. Можешь, пожалуйста, денег дать? Купай что-то. Куда ты бегаешь, красоногий? Слушай, а у нас же еще выпускной в этом году, и сказали на выпускной нужно сдать. Дай, пожалуйста, еще. Что ты как муха тут? Жужи, жужи. Все, на, давай, давай, малой. Пап, пап, а мне же еще на карманные расходы нужно? Там, сосиску в тесте купить или ватрику? Все, все, на. Так, я не понял. Сынок, а ты не знаешь, кто мамину вазу разбил? А, кто-то же. Только маме не рассказывай. Слушай, а я разве тебя не просил там в комнате убраться? Там убрано, пропылесосил. Кстати, у меня там еще четверг освободился, и я могу вместо мамы на родительское собрание сходить. Реально? Надо? Круто, да, конечно. Держи. Ну, этого будет маловато. Понял, сейчас. Фигеть, я решил отдохнуть после работы, у меня вон фигу в кошельке. О, давай. Это все, что у меня есть. Этого хватит. Все, давай, свободен. И это там, учись лучше, будешь платить меньше. Давай, меня не беспокоить. Отлично. Еще и мелочи позаработал. Так, на прикормку для рыбы хватит. Ну, куда ты бьешь? Что случилось? Хулиган там один приставал. О, пойдем со мной, быстро. Так, слушай, значит, сынок. Чтобы дать отпор хулигану, есть три способа. Первый, унизительный. Моральное давление на засранца. Стоит применять такие ругательства, как Пуська, говнюк, гад и самое жесткое, маменькин сынок. Понял. Все, давай, вставай. Иди сюда. Значит так, я хулиган, а ты защищайся. Эй, слышь, Пуська, маменькин сынок. Я сейчас тебе покажу, какой ты гад, говнюк. Так, смотри, я это ты, а ты хулиган. Вот как надо отвечать. Отвали, гад. Эй, пап, ты что делаешь? Зачем тебе вода? Эй! Что, уже страшно? Обмочился, Пуська? Держи еще, напоследок. Папа, папа, отпусти, ты что делаешь? Вот видишь, так же и над хулиганом сработает. Да я понял, понял. Для тебя есть второй способ, более подходящий. Идем. Учитель лиза! Учитель лиза! Учитель лиза! Сына, громче! Я тебя даже из кухни не слышу. А учительница должна услышать твой крик с нюбого этажа. Прибежать и дать как леща хулигану. А будешь тихо кричать, только ты леща и получишь. Давай еще раз. Учитель лиза! Ну и третий способ. Не хотел его, конечно, показывать. Но мой сын должен научиться постоять за себя. Так, сына, если на тебя нападает хулиган, для начала используем толчок. Вот хулиган, энергия идет от ног. Ха! Теперь, когда вы на расстоянии, вход идет пендаль. Ах! И этот, старайся носком, понял? Чтобы больнее было. Ах! И не забывай про защиту, сын. Берешь портфель и надеваешь вперед. Все, теперь никто не пробьет. А ну покажи, батя, чему научился. Давай, попробуй, напади на меня. Может не надо, батя? Давай, давай, я хулиган. Ну ладно. Сын, а ты где такому научился? Не знаю. Разбирайся там сам, в этой школе, меня больше не трогай. Ну все, сын, давай, спокойной ночи. Давай. Бать, что? Такое что забыл. Что я забыл? Это что очень важное. Ну? Ну? Нам вчера на изо задали домашку, сделать поделку с родителями. И когда изо? Завтра. Ну что, спускайся, будем делать. Бать, ну я не могу, контрольная завтра первым уроком. Надо выспаться. Вот. Поделка. Там всего лишь дел-то на минут 50. Ну что поделать, придется делать. Почти закончил. Надо кофейку еще бахнуть. Закончилось. Здорово, Бася. Ты что, всю ночь сидел? Ага. Сынок, ты когда в следующий раз 50 минут говоришь, за слова-то отвечай. Ладно, принимай работу, почти готово. Да, поделка, конечно, классная, только там же написано. Из пластилина надо было сделать. А ты раньше сказать не мог? Я зачем это всю ночь собирал, а? Неси пластилин, до школы еще час, я думаю, успеем. Сын, подай шуруповерт. На. Это же плоскогубцы. Труповерт дай. Опа. Опа. Пое там? Да уже не надо, крестовую там подай. Не, ну ты нормальный! Это же плоская. Крестовую отверточку дай. Торичком тонкая. Ай, бестолочь. Сам возьму. Чего стоишь? На, посвети. Ни черта не видно. Куда ты светишь? Неужели так трудно фонарик нормально подержать? Ходится все самому делать. Блин, насадку потерял. Ты не видел? Еще бы! Ты вообще никогда ничего не видишь. Уйдется гвоздиком воспользоваться. Подстрахуй. Ай! Неси бинты срочно! О, бинты в аптечке! Учись, салага, как картины вешать надо. Бать, ну она же криво висит. Ничего не криво, это абстракция. Блин, бать, мы плохие новости. Кроссовок порвался, надо в ремонт отдать. Что? Я случайно порвал. Какой ремонт? Лобови. Погоди, погоди, отец в доме. Давай сюда, я сам здесь сделаю. Так. О, чай исправим. Так. Опа, опа. Все, хватит. Ну, смотри, окно некие, но только тут немножко сзади видно. Ну и что? Они не новые, они какие-то... Так, отставить, ходить можно. Давай, иди отсюда. Понял. Бать, что у меня проблемы? Я телефон разбил. Ой, 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 ой. Да я случайно. Слушай, слушай. Так я решу все. Правда, дашь денег на ремонт? Какой ремонт? Ты что, оборзел? Где я тебя возьму? А? Ситуацию, как говорится, починю. Ой, ой, ой. Алло, Мишка, здорово. Тут есть битый айфон. Десятый. Десятый. О, Нокио. Нокио, знаешь, не надо Нокио, я с этим похожу. Да, давай, Нокио. Сладушка, говори. Да, супер. Флешка даже есть на 250 гигабайт. Да, давай, Мишка, привози. Все. Спасибо. Блин, ну ты хотя бы пока этот разбитый отдай. Что, математику сделал? Иду делать. Бать, 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 срочно. Нужно сантехника вызвать, там кран прорвало. Я вообще не знаю, как это получилось. Какая сантехника? Батя дома. Я все сам починю. Подожди, бать. Это делок на 2 минуты. Тащи изоленту. Держи. Может, все-таки мастера вызовем? Какой мастер? Ведро лучше тащи. Ведро. Сейчас. Держи. Давай, Малый, забирай быстрее. Да, да. Тащи новое. Так, держи. Принимай, принимай. Бать, это что? Так, давай дальше. Ну, где ты, Малый? Малый! Бать, ты чего? Все, вызывай сантехника. Быстрее, еще встал. Сейчас весь дом затопит. Вот такие типы родителей я вспомнил. Обалдеть. Каждый родитель по-своему смешной, забавный, иногда строгий. Да, и какими бы разными они не были, они нас очень любят. Ребята, обязательно напишите в комментариях, если нашли какие-то сходства. Напишите в комментариях, какие еще типы родителей вы знаете. Может, мы что-то забыли, даже снимем вторую часть. Ну и если понравился видос, обязательно клипи лайк. Ну и с вами был я, меня зовут Влад А4. Глент, Кобяков, Серега. Всем пока! Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. А вы совсем забыли, как летает моя Ламба.